Фильмы ужасов очень прибыльный жанр. Пугающее кино можно снимать в одной комнате за довольно смешные деньги, после чего в прокате собирать сотни миллионов долларов. Этим и объясняется мода на американские дома, построенные на индейских кладбищах. Подобные ленты, населенные девочками с немытыми головами или духами умерших бабушек, подмяли под себя практически весь жанр. Но иногда встречается нечто неожиданное. Оно бы встречалось и чаще, но если обратить внимание на кассовые сборы фильмов той же серии пункт назначения, можно заметить весьма скромный выхлоп в сравнении с каким-нибудь Астралом или Проклятием. Так что не особо удивительно, что голливудские студии между вариантом вложить 25 миллионов и получить 120, выбирают вариант вложить 1 миллион и получить 100, а в продолжении уже вложить 20 и заработать 350. Возможный провал здесь менее болезненный. Но сегодня хотелось бы вспомнить о нищих. Конкретно о франшизе пункт назначения, которая один раз подбиралась к планке в 200 миллионов долларов, но из-за растущих бюджетов не смогла увеличить прибыль и по итогу была поставлена на паузу, с которой ее обещаются снять. Иногда можно услышать, что пункт назначения вырос из забракованного концепта к сериалу «Секретные материалы». Но по другим данным этот концепт даже не показывали продюсерам сериала. А сценарист, заметив невероятный потенциал своих трудов, сразу же обратился к студии New Line Cinema. Хотя собирался он писать как раз для секретных материалов. На студии идея всем понравилась и ее одобрили, подтянув к проекту Джеймса Вонга и Глена Моргана. Им тоже все понравилось, но первоначальный сценарий все равно сильно изменили. Первоначально он больше напоминал типичный слэшер. В те годы жанр поднимал голову над водой, благодаря успеху Крика и Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Так что в Голливуде многие собирали слэшеры. Предполагалось, что в пункте назначения глупых подростков будет уничтожать смерть с косой. Но смерть из проекта полностью не исчезла. Ее окончательно вырезали уже во время съемок, когда часть чернового материала ушла на ознакомление к тестовой аудитории. Зрителю все нравилось, но не устраивал показ затирания смертью следов после себя. Решено было избавиться от этого элемента. Франшиза «Пункт назначения» возможно чаще прочих реагировала на разные претензии тестовой аудитории. Авторы всегда прислушивались к отзывам и пытались немедленно что-то изменить. Менялись способы убийства, концовки, кто-то даже выживал в определенный момент, хотя по сценарию должен был погибнуть. Ну или наоборот. В первом фильме выживал Кер Смит, а умирал Девон Савва. Но Смиту не очень симпатизировал зритель, так что его на пересъемках стерли. А вот Савва наоборот оживили. Фильм должен был закончиться рождением ребенка у Элли Лартер, за которым тоже приходила смерть. Здесь все сошлись во мнении, что смерть могла не дожидаться рождения и выглядит подобное глупо. Само название «Пункт назначения» тоже появилось не сразу. Первоначально он должен был называться «Рейс-180». Студия Нью Лайн Синема решила изменить название из-за большой популярности этой цифры в голливудских фильмах. За пару лет до съемок ленты «Рейс-180» использовался сразу в двух картинах «Воздушная тюрьма» и «Самолет президента». С актерами, кстати, тоже все было негладко. Может показаться, что студия пыталась экономить на них и набирала не особо известных. Но на ранних этапах разработки основной карт был совершенно другим. К фильму были приписаны актеры Тоби Магуайр и Кирстен Данс. Выбыли они из проекта из-за задержек на препродакшене, связанных с постоянным изменением сценария. Тогда авторы уже стали ползать по молодежным сериалам. Шона Уильяма Скотта и вовсе взяли из-за того, что он снимался в тот момент в молодежной комедии «Американский пирог». Авторы решили, что фильм может выстрелить. И тогда у них появится еще один известный актер в касте, который сейчас готов сниматься за еду. Первый пункт назначения еще один из немногих примеров того, как авторы тратят большие деньги на маленький эпизод фильма. Чтобы лента в целом выглядела более солидным проектом. Речь об авиакатастрофе. Для таких небольших фильмов обычно не используются сложные механизмы тряски. Актеры изображают ее сами. Но для небольшой сцены пункта назначения сделали исключение. И самолет был построен на гидравлическом подвесе, который всех реалистично встряхивал. Обошлось это в пару миллионов долларов из бюджетов 23 миллиона. В прокате лента стартовалась с третьего места с результатом в 10 миллионов за первый уикенд. Спасла фильм неплохая выдержка. Лента продержалась в первой десятке два месяца, что в итоге позволило собрать 53 миллиона в США и еще 59 принес остальной мир. Кассовые показатели в 112 миллионов при бюджете в 23 в любом случае неплохие. Так что сиквел студия Newland заказала. Режиссер первого фильма Джеймс Вонг пошел на повышение и уехал проваливаться с фильмом Противостояние. На его место пришел Дэвид Эллис перед вторым пунктом назначения, выдавший дорогу домой для студии Дисней. А вот Дэвон Сава очень хотел вернуться в фильм. Он тоже пошел на повышение и отправился проваливаться в фильме Экстремалы. Предполагалось, что их съемки успеют закончиться и он вернется к своей роли в смертельной франшизе. Но съемки Экстремалов затянулись. Потом последовали досъемки, пересъемки, скандалы и прочие страшные вещи, где требовался Сава. Из пункта назначения актеру пришлось выехать. Персонажа быстро удалили из сценария. И в фильме проскакивает газетная вырезка, в которой сообщается, что персонаж Дэвона Савы поймал головой упавший с крыши кирпич. В фильме он тоже должен был погибнуть из-за адского вируса, который разрушал его организм. Во втором пункте в процесс работы над фильмом вмешивалась не только тестовая аудитория, но и студия, решившая, что франшизу можно превратить во что-то более доходное. Благодаря ей появился начальный эпизод на шоссе. Студия настаивала на более эффектном вступлении. Она же приказала убрать из фильма ребенка. Персонажу, которого позднее сыграл Джеймс Кирк, первоначально было всего 8-9 лет. Студия попросила сценаристам увеличить его возраст. Ему стало 13 лет. Эта студия тоже не устраивала. Она побоялась, что из-за гибели ребенка могут возникнуть проблемы с рейтинговой комиссией. По итогу персонаж стал 15-летним подростком. По доброй традиции здесь тоже пересняли финал после тестовых показов. Первоначально все герои погибали, но зрителю такой ход не понравился. Самое странное произошло с кассой фильма. По зрительской оценке второй пункт назначения уступает только первой ленте. А по всем опросам и топам катастрофа из этой ленты занимает первое место во франшизе. Но по кассовым сборам она худшая. И что привело к этому не совсем понятно. Фильм вышел в окружении кучи кассовых провалов, вроде рекрута, байкеров и шанхайских рыцарей. Единственный, кто не провалился рядом с сиквелом пункта назначения, это Ром Ком как отделаться от парня за 10 дней. То есть 26-миллионному пункту никто не мешал. Но он в мировом прокате собрал всего 90 миллионов долларов. В отношении бюджет кассовые сборы он еще может поспорить с одним из продолжений. Но он единственный не смог преодолеть планку в 100 миллионов долларов кассовых сборов. Как бы то ни было, студия заработала достаточно для третьего фильма, который вероятно пострадал сильнее, чем мог бы как раз из-за второй части. Здесь студия вмешивалась в процесс съемок еще сильнее. В кресло режиссера вернулся Джеймс Вонг, чье повышение накрылось медным тазом вместе с противостоянием. Он снова написал сценарий вместе с Гленном Морганом. Первоначальную концовку, которую они сняли, зрительно-тестовых снова забраковал. Там все наоборот выживали и довольные шли домой. Тогда авторам пришла идея закольцевать вторую и третью часть. В финале в вагоне «Метро» выжившие из второго фильма должны были столкнуться с героями из третьего. Этому варианту помешала недоступность актеров. Пересъемки должны были пройти всего за пару недель до премьеры. И откладывать было нельзя без переноса премьеры на более поздний срок. Против чего уже естественно выступала студия. Саму идею позднее организуют в последнем на данный момент в фильме франшиза. Кстати, из-за того, что некоторые эпизоды фильма пересняли после тестовых показов, студия на DVD добавила возможность выбора судьбы для некоторых героев. Зритель мог выбирать по ходу просмотра, какой эпизод будет включен в его фильм. Третий пункт назначения – первый фильм серии, который вплотную подобрался к первому месту чарта. Драться пришлось с «Розовой пантерой». И по ходу уикенда вперед выходил то один, то другой фильм. Но после всех подсчетов на несколько тысяч больше все-таки собрала пантера. Ну а пункт, обойдясь в 25 миллионов, собрал 117 миллионов. Четвертый фильм естественно объявили. Эту часть первоначально тоже должен был снимать Джеймс Вонг. Он же бросился писать сценарий фильма. Но здесь что-то пошло не так. Устав от споров с продюсерами, Вонг снова ушел снимать кассовый провал. На этот раз драконий жемчуг, после которого его карьера утонула на телевидении. После его ухода студия обратилась к Дэвиду Элису, поставившему вторую часть франшизы. Элис, успевший уже дважды провалиться с фильмами сотовый и змеиный полет, стремительно уезжал на видео. Так что приглашение мгновенно принял. И со студией по поводу сценария не спорил, делая вид, что его все устраивает. Из-за всех этих перестановок сценарий использовали недописанный и правили его уже по ходу съемок. В итоге четвертая часть стала первой, которой потребовался перенос премьеры. Произошло это правда не из-за того, что кто-то сорвал сроки. Снова вмешалась тестовая аудитория. И здесь уже ленте потребовался капитальный ремонт. Первоначально четвертый фильм должен был стандартный для серии выйти в начале года. Но из-за того, что в начале года пришлось проводить ремонт, картину перенесли на самый конец августа того же года. И несмотря на все проблемы, лента стала первой и единственной во франшизе, которая умудрилась стартовать с верхней строчки американского чарта. Фильм собрал сразу 27 миллионов за первый уикенд и сбросил с первого места бесславных ублюдков Квентина Тарантино. Но если по прокату сценарии пересъемки не ударили, то зрительской оценке досталось. Она худшая за все пять фильмов серии. Вероятно, это обстоятельство сказалось на обвалах, которые последовали за отличным стартом в прокате. Плюс из-за ремонта лента обошлась в 40 миллионов долларов, что тоже сильно превысило бюджеты предыдущих частей. В общемировом прокате пункт назначения 4 все равно сделал отличную кассу в 186 миллионов долларов. Но впервые о перезапуске серии заговорили как раз здесь, так как вместе со зрительскими показателями на самое дно ушла и оценка критиков. От перезапуска решили воздержаться из-за сценария пятого фильма. В нем серию закольцевали. В разных вариациях сценария появлялись актеры из предыдущих фильмов серии, но часть не смогла вырваться со съемок каких-то других проектов, а отчасти отказались из-за боязни скатиться в фансервис. Да, сейчас все хотят много фансервиса, а 10 лет назад этого испугались. Первоначальной идеей начальной катастрофы был аквапарк. Отказались от нее по причине сложности с реализацией. Мост всем показался более простым. И если в первом фильме серии катастрофа самая короткая, то в последнем она самая длинная. Неизвестно, правда делали это специально или просто так получилось. Из-за того, что пляски над сценарием были не такими продолжительными, как обычно, фильм успели собрать всего за два года, хотя предыдущие части франшизы выходили с разницей в три. Обошлась пятая часть тоже в 40 миллионов долларов. И в прокате она стартовала лишь с третьего места, уступив прислуге и восстанию планеты обезьян. В общемировом прокате удалось собрать 157 миллионов. Это второй результат франшизы, но в отношении бюджет к кассовый сбору он худший. И главное, лента продемонстрировала худший результат в серии в домашнем прокате. В США собрать удалось лишь 42 миллиона долларов. Так как зрительские оценки у пятого фильма лучше, чем у четвертого. Списывает такой недобор обычно на высокую конкуренцию в прокате, скомканную рекламную кампанию и на отрицательный сарафан, оставшийся от четвертой ленты. Американский зритель в кино шел с большой неохотой. Существует еще несколько фильмов, в названии которых добавили пункт назначения. Вроде недавнего аквапарка. Но это уже эксперименты наших локализаторов. Оригинальные названия у фильмов другие. И никакого отношения к данной серии они не имеют. Заявления о перезапуске франшизы прозвучали от студии практически сразу же после окончания проката пятого фильма. Какие-то новости, касающиеся нового пункта назначения, всплывают регулярно. Обычно они связаны с очередным сценаристом, которого подключили к работе над фильмом, а потом выкинули на мороз. Последние подобные новости приписывали к проекту Джона Уотса, режиссера последних Человеков-пауков. Вроде того, что он придумал какую-то невероятную историю и теперь работает над фильмом-продюсером. Сам фильм предполагается собирать для сервиса HBO. Невероятную историю Уотса превращают в сценарий авторы последнего Крика. И съемки должны стартовать в самое ближайшее время. Правда, режиссера у проекта еще нет. Но так как Джон Уотс недавно по собственной инициативе выбыл из фантастической четверки, с заявлением о желании поработать над чем-нибудь более камерным. Многие считают, что он может сплыть режиссером здесь. И да, в последнее время слово перезапуск не фигурирует в новостях и пишут просто о продолжении. Так что может случиться, что нас ждет именно шестой фильм, а не модный перезапуск или софт-трибут. Спасибо за внимание, оставайтесь на связи.